Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами интересных художников Симоне Мартини, крупный итальянский художник 14 века, представитель Сиенской школы живописи. Родился в 1284 году, а умер в 1344. Место смерти Авеньон, стиль Сиенской школы живописи, я пользуюсь переводной википедией. Наряду с Дуччо и Амброджи, Симоне Мартини является крупнейшим сиенским художником первой половины 14 века. Симоне часто приезжал из Сиена в Осизе, где готовил рисунки оконных витражей для капеллы Сан-Мартино. Первая достоверная работа Симона – это фреска «Маэстро» в городской ратуши Сиена, на которой стоит дата 1315 год. Но уже сам факт, что молодому художнику доверили столь ответственную работу в зале сиенского правительства, свидетельствует о его известности и сложившейся к тому времени его хорошей репутации. После фрески «Маэстро» Симона, по всей вероятности, работает над фресками в капелле Сан-Мартино, знаменитой церкви Сан-Франческо в Осизе, которая завершает в 1317 году. Через два года Симон Мартини пишет полиптих для церкви Санта-Катерино, а уже в 1320-м – полиптих, который ныне хранится в музее в городе Арвейто. Все остальные произведения этого периода не имеют точных дат создания, но приписаны к нему по сходным стилистическим характеристикам. Этот период был для него очень плодотворный. Симона по своей мастерской работал Арветто, однако его продукция, если можно так сказать, выходила из ее стен не очень хорошего качества, и специалисты до сих пор спорят, где рука мастера, а где рука подмастерья. В 1324 году Симона Мартини женился на Джованни, дочери художника Меммо Ди Филиппучо и сестре Липпо Мемми. Незадолго до этого, в январе 1324, купил у своего тестя дом, а позднее преподнес своей невесте щедрый подарок – 220 золотых флоринов. По свидетельству Петрарки, Симона не отличался красотой, к тому же невеста была значительно моложе его, и можно только догадываться о причинах столь щедрого подарка. Эта женильба ввела Симона в семью Липпо, которая принадлежала успешной мастерской, укрепила профессиональные и дружеские связи, которые поддерживались в течение всей жизни. И, наскать, венцом этих отношений следует считать знаменитое Благовещение из гореи Уфице во Флоренце. В 1326 году Мартини создал картину для Палацца Капитана Дель Попоппола, но, к сожалению, они не дожили до наших дней. Совместно с Липпо Мемми он создает Благовещение, это его последняя известная работа перед отъездом в Авеньон, куда он приезжает, по всему видимости, в 1336 году. Работая в Авеньоне, Мартини сблизился Франческо Петрарко и сделал для него портрет Лауры, но он не сохранился. Перемещение папского престола в Авеньон превратило от маленьких городов в художественный центр. Туда переезжали как отдельные художники, так и целые мастерские. Папская казна оплачивала щедро строительство и украшение своей новой резиденции. Симона был аристократическим художником, поддерживал связи в высших слоях общества, обслуживал своим искусством, если можно так сказать, интересы анджуйской династии, папой Сиенского совета девяти. Сделал блестящую карьеру, превратившись из художника местного значения в мастера международного класса, обслуживающего папский престол. Я цитирую Википедию переводную. Его репутация в родной Сиене была безукоризненной. 30 июня 344 года Симона Мартини составил завещать. По всей видимости, он был серьезно болен, предчувствовал близкий конец. Все свое состояние, два дома, земли с виноградами и солидная сумма денег, он свою волю поделил между супругой, племянницами Франческой и Джованной, и детьми своего брата Доната. Своих детей у Симона не было. Через месяц небольшим Симона Мартини кончался в Венионе. Ну вот все, что я нашел в интернете о крупнейшем итальянском художнике 14 века, представителе Сиенской школы живописи, Симона Мартини. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Узнали что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok